Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня воскресный день, и в этот воскресный день хотел бы немножко поделиться своими мыслями о разных процессах, как внутри страны, так и вокруг страны. И начнем, наверное, с темы, которая, наверное, является самой обсуждаемой, это коронавирус. Я считаю, что, конечно же, это фактически весь мир в таком напряжении, действительно, это опасный вирус, и число заболевших увеличивается с каждым днем. Мы видим положительные тенденции в Китае, там фактически пророст новых заболеваний очень мало, там порядка, меньше 20, я видел последние цифры. Но мы видим в Европе, в Италии, пока что с вирусом борьба не является успешной, количество заболевших остается высоким, вновь заболевших высоким, и процент, то есть лечение дающий положительный результат, тоже недостаточный в Италии. Если взять Бельгию, то, хотя идет прирост новых заболеваний, но умерших всего 4 человека, и люди, которые умерли, это люди, которые, в принципе, болели. Одному было 90 лет, другому было 87 лет, третий, по-моему, уже 70 чем-то. То есть, в принципе, смертность среди людей, которым за 70, она выше. Но это, наверное, естественно, потому что у людей есть другие какие-то побочные заболевания, или сердечные, или почечные, или легочные. И, конечно же, если у тебя человек за 80 и пневмония, даже если бы обычная пневмония, то возможность умереть намного выше. Процент смертности среди молодых, так сказать, людей очень низкий. То есть, там, по-моему, составляет порядка 0,4%. Я считаю, что, в принципе, причин для паники нету. Уверен, что в Европе в скором времени, знаете, это вначале всплеск, потом идет спад. Я уверен, что вот в Северной Европе, там, в той же Бельгии, в Голландии, скоро начнется спад. И в дальнейшем вполне возможно, что я в течение месяца-полтора уже новых случаев будет или очень мало, или же вообще не будет. То есть, я, в принципе, оптимистично настроен. В то же время идут лабораторные работы по различным вакцинам и антидотам. И в этом направлении тоже несколько крупных медицинских центров, лабораторий очень близки и имеют достаточно положительные результаты. В Канаде, в Израиле, в Бельгии, в Голландии. И многие говорят о том, что, в принципе, те лабораторные тесты, которые были проведены, дают очень обнадеживающие результаты. И, скорее всего, даже уже сегодня существующие какие-то методы, они дадут положительные результаты. Я считаю, что это вот месяц надо вот так продержаться, дальше будет лучше. Да, почему-то люди, я не знаю, скупают туалетную бумагу очень много по этому поводу. И видео комичных и различных там по этому поводу много пишут. Почему-то люди покупают туалетную бумагу и макароны. В то же время, например, можно купить много риса, можно купить вместо макаронов. Я, например, макароны обычно стараюсь меньше есть, потому что мучное. Да, но есть все другое. Крупы есть, те же макароны есть, просто люди скупают наиболее дешевые сорта макаронных изделий. Это мне удивительно, что нет туалетной воды, то есть туалетной бумаги, но есть полно, в той же Бельгии полно бумаги, которая кухонная бумага, для уборки и так далее. В принципе, думаешь, какая разница. То есть даже если так на то пошло, они даже лучше. Что еще? По Мубаризу Масимову, да, несколько слов хотел бы сказать, потому что это вопрос, который сильно обсуждается в Азербайджане. Вы знаете, что в Турции арестован бизнесмен азербайджанского происхождения, но являющийся гражданином Турции Мубариз Масимов. Вы знаете, конечно же, он обвинен в причастности к организации Фетулла Гюляна. Просто в Турции, знаете, модно, если человек арестовывает, то именно по этому обвинению в связях с Фетулла Гюляном. Само собой, этот арест является политическим, мотивированным. Скорее всего, этот хвост идет из Азербайджана. Он сейчас в немилости компании СОКАР, азербайджанской властей. Но давайте пойдем немножко назад. То есть, реально сегодня компания Палмали, она находится не только, вот сейчас против нее начали расследование, да. Против нее велось расследование Соединенными Штатами. Из-за того, что на судах этой компании перевозились контрабандные нефтепродукты из Ирана, из Ирака. То есть, это один момент. Эта компания находилась под тщательным присмотром служб Европейского Союза. Потому что она тоже совершала какие-то непонятные операции с поставками различных товаров, нефтепродуктов в Крым. То есть, на полу роста в Крым. А самое главное, я говорил, что были много сомнений и фактов того, что компания перевозила контрабандные нефтепродукты из Ирана, Сирии, Ирака. И поэтому, то есть, эта компания достаточно, было намного больше причин. То есть, ее могли бы Мясимова арестовать, могли бы совершенно по-любому из других, по коррупционным схемам. Кроме того, мы знаем, что эта компания очень долгое время сотрудничала с компанией СОКА. Да, там само собой, а любая компания, которая долгое время работает в СОКА, значит, там есть и откаты, и надкаты, и коррупция, и контрабанды. Да, поэтому говорить о том, что вот он такой святой, и из-за его конфликта с Равнагом Абдулаевым его арестовали, это не так. То есть, он не святой. То есть, у него, я говорил, компания находилась под пресным вниманием ФБР, американских спецслужб, европейских спецслужб, потому что там за этой компанией очень много тёмных операций. И в то же время я говорил, что Борис Басимов был братом с Равнагом Абдулаевым, с Эльхамом Алиевым, а связь с такими людьми рано или поздно заканчивается плачевно. То есть, я знаю, что очень много его защищают, я его тоже защищаю, потому что считаю, что его действительно арестовали по политическим мотивам, но назвать его святым, таким честным, порядочным бизнесменом никак нельзя в связи с причинами, которые я указал выше. Просто, вот опять же, связь с организацией ФИТО, это надуманное. Он как раз-таки, в принципе, занимался тем, что пытался убедить руководителей и Азербайджана, и Центральной Азии, что надо закрывать школы ФИТО в Центральной Азии, в Азербайджане. Я, честно говоря, не знаю, что это за школа, но вот эти, Кавказ университет и так далее, люди говорят, что образование было выше, чем в обычных школах, что там давали и уроки морали и так далее. В принципе, не знаю, я как бы далек от этой темы, поэтому не буду дальше углубляться. И несмотря на то, что у них был, то есть как бы в обществе шли разговоры о том, что у него конфликт с компанией Сокар, но он постоянно называл, что Ильхам Алиев мой старший брат, половину своих пароходов он назвал в честь членов семьи Алиевых, там один там, по-моему, пароход Гейдар Алиев, а один пароход, то есть, по-моему, Зайфа Алиева и так далее. То есть, в принципе, знаете, этот человек зарабатывал деньги, а танкерный бизнес, там всегда есть грязные деньги, там есть и контрабанда, то есть это совершенно неотрицаемо, то есть контрабанда осуществлялась иранская нефть, которая была под санкциями, американскими санкциями, иракская, сирийская и так далее. То есть, одним словом, Меборис Мерсивов не был святочей, то есть его можно было бы арестовать по любому другому вопросу, то есть в связи с контрабандой, с отмыванием денег, нарушением законодательств европейского, нарушением каких-то санкций. Поэтому, знаете, таких легче арестовывать. Когда у человека есть какая-то криминальная деятельность, да, то ты уязвим. Прежде всего, уязвим, ты уязвим, прежде всего, со стороны людей, с которыми ты был в грязном бизнесе. И учитывая, что Мерсимов был в грязном бизнесе с Ровнагом Абдулаевым, им легко совершенно, то есть у них есть и материалы, и совместные биодокументы подписанные и так далее. То есть это всегда так. Если ты в мафии, да, независимо от какой-то мафии, если ты в мафии, нефтяной мафии, я не знаю, в перевозочной, в транспортной мафии, в наркомафии, да, то когда мафия, вы не поделили деньги внутри мафиозной группы, то тебя легко кокнуть, и, в принципе, сожалеющих об этом будет мало. Поэтому я думаю, что его вряд ли будут особо защищать правозащитные организации, его не будут защищать ни Госдепартамент, ни Европейский Союз, потому что, в принципе, компания имеет очень нехорошую репутацию. Как-то так. Что еще? Будем смотреть. То есть коронавирус перетянулся и на другие страны, мы видим, что и в Узбекистане, в Молдове, в Украине. И, знаете, многие думают, что, ах, вот в Центральной Азии мало, в Украине мало заболевших. Это не говорит о том, что там мало распространяется эта эпидемия, а просто система здравоохранения на ужасном уровне. То есть не хватает реактива для проведения тестов, в регионах фактически ситуация ужасная. И просто, знаете, в этом отношении, наоборот, это говорит о том, что ситуация хуже, чем в странах, где много выявлено. То есть процент выявляемости, это не говорит о том, что ситуация там плохая. Просто наоборот, даже можно взять, что там как раз-таки нормально эти службы работают, они проводят постоянные тесты и выявляют новых носителей этого вируса. Поэтому мне надо радовать. У нас пишут, что в Азербайджане там, не знаю, сколько там, около 20 случаев. Мы знаем, какая ситуация. В Иране. Да, посмотрите, в Иране, хотя ужасно, ну там тоже один из очагов распространения. Это инфекции в Китае было, в Иране, в Италии. Кстати, говорят, что основными разносчиками из Ирана были, извините, из Китая, это в Италию. Говорят, что это была группа священников-католиков, которые были в Китае по приглашению китайских католиков. И они вот именно в этой провинции Ухан встречались, там службу проводили. И эта большая группа вернулась в Италию, и как бы распространение болезней пошло от них. То же самое мы видим в Иране, да. Очаг распространения инфекции в Куме. То есть в мечети, где огромное скопление людей, где люди целуют вот эти решетки, да, вот эти бронзовые, золотые. И фактически оттуда. То есть поэтому, например, сейчас в Европе все места религиозных культов, церкви, синагоги, мечети закрывают. Потому что опасность, которая сходит оттуда, является выше всего. То есть Бог в этом, в конкретном случае, помочь не может. То есть люди должны оберегаться и быть осторожными. Что еще? Давайте будем смотреть. Да, вот в Иране количество жертв резко увеличилось. Уже в Иране умерло 700, больше 700 человек. То есть около 730 человек. Новые случаи за сутки. Это 1210 человек. Это очень большое количество. Это говорит о том, что пока результатов в Иране нет. Хотя видно, что власти к этому относятся серьезно. Но пока каких-то результатов нет. Несколько слов о докладе Госгосударственного департамента по ситуации с правами человека в разных странах, в том числе в Азербайджане. Вы знаете, я об этом уже говорил на канале «Осман Газы». Я, по-моему, там конкретно я говорил по этому поводу. По этому поводу говорили другие наши друзья. И, конечно же, для страны, которая является чем Совет Европы, это позорный доклад. То есть в этом докладе указывается, что в Азербайджане, это очень важный момент, в Азербайджане проводится уничтожение. То есть истребляются люди по заказу властей. То есть это ужасно. То есть, в принципе, признается в этом докладе. Причем первая глава этого доклада говорит о том, что в Азербайджане существуют заказные. Причем не то, что заказные. То есть власти убивают умышленно своих оппонентов. Я считаю, что власть Азербайджана, которая говорит о реформах, о каком-то новой команде и так далее, ей должно быть стыдно. И она должна беспокоиться о том, что в докладе указывается, что в Азербайджане существует вот это умышленное убийство, то есть власть. Причем написано власть и агента властей. То есть это, в принципе, дает основания в дальнейшем заводить уголовное дело в отношении всего, любого в руководстве силовых структур. Будь то Министерство внутренних дел, будь то, я не знаю, какие-то подразделения силовые. То есть если власть связывается с заказными убийствами, то завтра при каких-то изменениях любой, кто служил в правоохранительных органах на этот режим, подпадает под расследование. То есть любого можно, даже если он сбежит в какую-то страну, его Интерпол выдаст только на основании вот этого доклада Государственного департамента в связи с ситуацией с правом человека. Поэтому кто служит вот этому режиму, да, должна об этом задуматься. Я не говорю, я уверен, что в правоохранительных органах есть очень много порядочных, честных людей. Да, они где-то там вынуждены что-то там делать, там взятки и так далее. Но убийство, это статья убийства. То есть она всегда была статьей, в советское время за это расстреливали. Сегодня не расстреливают, возможно, но высокие, очень большие сроки наказания. Поэтому, знаете, вот и у меня очень много было друзей в правоохранительных органах. Включая там министров, заместителей министров, генералов. Подумайте о себе. Знаете, я вот совершенно, я никому не хочу там ничего плохого желать. Но те, кто связан вот с такими вещами, как убийство людей, пытки в отношении людей, да, задумайте, что это не просто так. Если вы попали, если в докладе Госдепартамент этот факт указывается, и если у вас какая-то есть связь, то бегите из этих правоохранительных органов. Бегите сломя руку, детей вывозите, потому что за это не прощают. Семьи не будут прощать, не будут прощать ни буква закона, ни общество, ни семьи, которые пострадали. Поэтому генерал, получил ты свое звание генерал, да, слушай, подумай о своих детях, о семье, о себе, о близких. Потому что возмездие, причем даже, будем говорить, в рамках закона, участие в убийстве человека, это минимум-миниум. Я считаю, что если непосредственно или же ты давал указания, или знал о том, что в структуре, в которой ты находишься, совершались убийства людей, то ты подпадаешь под уголовную статью. Вот задумайтесь, если не хотите быть вот в этой группе, да, уйдите в частный бизнес, все что угодно, да, но быть в связке, вот в этой связке, преступной связке, это является опасно, я бы не советовал. Кто, мои друзья, есть в этой схеме, да, задумайтесь, что вы попали в доклад Государственного департамента, и в отношении вас могут быть приняты любые меры уголовного, которые подпадают под уголовный кодекс. Так что, вот, это немножко по этому поводу, да. Что еще? Немножко международной тематики пройдемся. Отношения, то есть, вот Турция, Россия, Сирия. То есть, в Сирии такая сложная каша получилась, да. Фактически, Иран уже не способен финансировать сирийский режим, у них просто денег нет. То есть, раньше Иран по разным оценкам в среднем пополнял, пополнял, то есть, чисто в бюджет Сирии переправлял порядка, больше миллиарда, порядка от миллиарда до двух миллиардов, и это хватало на то, чтобы режим мог бы функционировать. Сейчас у Ирана этих денег нету, Иран сам в полном дерьме, санкции, фактически, иранская нефть находится под санкциями, и объемы продаж, там, в том числе контрабанов, до минимума сошли. То есть, в Иране в самом огромная проблема, и после, так сказать, уничтожения Косеми, то есть, руководителя корпуса стражей исламской революции, чувствуется, что Иран хочет или не хочет, то есть, в принципе, в Саумиране уже, как бы, сам вот этот корпус уже ослабел, то есть, вот это со смертью Косыма, Косыма Сулеймани, со смертью Косыма Сулеймани, уже роль этой структуры стала намного слабее, и операции про иранских прокси в Сирии, они просто финансово не могут быть поддержки, чувствуют большую, то есть, финансовые сложности. Россия тоже, то есть, по большому счету, там погибают советники, как его, контрактники, но, в принципе, ничего, какого-то прогресса нету, то есть, там какие-то месторожения, которые, возможно, могут там, как бы, на которых можно заработать деньги, тоже находятся вот таком, то есть, в принципе, американцы контролируют вот эти нефтяные месторожения, и американцы оттуда пока уходить не собираются. Между Турцией, хотя вот московская встреча была Эрдогана и Путина, вроде бы положительная встреча, вроде бы достигли какого-то соглашения, но все понимают, что там долго это соглашение не могут быть соблюдать, потому что там есть головорезы, то есть, если там в Сирии несколько десятков тысяч фактически людей, которые бегают с автоматами Калашникова, и они, каждый из них является членом какой-то террористической организации. Просто что с ними делать? То есть, их финансировали, финансировали, то Турция финансировала, я не знаю, Иран финансировал, есть какие-то, то есть, курдские группы, я не знаю, Салафиты, я не знаю, Хезбулла и так далее, но они привыкли, да, они идут, убивают, погибают, но за деньги, когда деньги кончаются, они могут повернуть вот эти свои же автоматы против своих хозяев, да, и вот эти бывшие группировки, которые, в принципе, вышли из Шинели, Айсис, или Аль-Карда и так далее, то есть, эти Айнусор и так далее, это все являются настоящими террористическими организациями. Те же курдские группировки, они тоже являются группировками, которые связаны с рабочей партией Курдистана, марксистской организацией, которая была связана с несколькими спецслужбами, да, это, все это знают. Поэтому вот этот сирийский узел, он, сейчас ситуация такая непонятная, и Москва с Сан-Король фактически, я считаю, что это какая-то, знаете, мышеловка, в которую они оба попались, да, то есть, выйти не могут, потому что уже столько денег вложено, огромные эти, а как бы оставаться тоже очень накладно, да, там и потери человеческие, то есть, в одной атаке, то есть, самолетов на турецкие, колонну погибло свыше 30 человек, там говорят 33-34, но говорят, что погибших было больше, порядка 50 человек, погибают военнослужащие других, там частные вагнеровцы погибают, и так далее, но, то есть, там ничего нет, то есть, а эти силы, как его, Башара, Асадовские, то они наступают, то их отбивают, но, знаете, ситуация непонятная, то есть, и вот этот, Турция сама тоже загнала себя в тупик, Турция загнала себя в тупик, то есть, она сейчас просит у НАТО системы, попетает, американцы говорят, а вот вы же купили С-400, да, вот вам и сбивайте С-400, и тут попали в тяжелое положение, к НАТО обращаются, вы знаете, в НАТО, хотя Турция союзник, они будут делать заявление, но отношение к Эрдугану на Западе, в Европейском Союзе, в НАТО негативное, то есть, в принципе, по многим причинам, я не буду углубляться, но как-то так, что еще, я не знаю, да, парламентские выборы, то есть, мы видели, вручили новые удостоверения депутата парламента, ну, такое зрелище, не из приятных, ну, молодые, грамотные люди, они фактически получили вот этот депутатский значок вот на груди, да, взамен на на свое имя, да, какое-то имя было, тот же Эркин, грамотный, умный, такой, да, я Эркин очень хорошо знаю, нормальный парень, интеллигентный, с ним приятно общаться, с ним приятно быть в одной компании, но, знаете, он, то есть, здесь одно из двух, ты идешь на, как бы, альянс с властью, получаешь какие-то дивиденды, получаешь свой значок, вот который, тяжелый такой значок, или какое-то такое толстое удостоверение, которое, в принципе, ГАИ с напрягом, много говорится, Аяш Кечкина, то есть, вот это удостоверение, вот этот значок, ты получаешь, но ты теряешь свое имя в обществе, и кто, вот этот, как бы, примел, вот этот, как бы, это так же, как вот мы, Борис Масимов, да, ты идешь, ты зарабатываешь бабки, ты работаешь на каких-то схемах, везешь контрабандную нефть, но если тебя захотят, тебя кокнут, и тебя посадят, и никто об этом жалеть не будет, приблизительно то же самое, вот в отношении нашего парламента, я видел, там есть много цивильных лиц, люди со знанием языков, которые закончили хорошие университеты, которые, в принципе, нормальные, но они все, каждый из них, великолепно знает, что они прошли в парламент, по спискам, утвержденным в президентской администрации, это знает и каждый человек нашего общества, это знает каждый из них, то есть, здесь никто в парламенте Азербайджана не сидит, потому что он провел какую-то кампанию, и его выбрал народ, никого из них, кто сидит сегодня в Азербайджанском парламенте, народ Азербайджана не выбирал, поэтому вот так, я жалею, но все равно будем надеяться, что они хотя бы будут делать какие-то интересные предложения в парламенте, я уверен, что этот парламент недолговечный, будут другие выборы, демократичные, и просто я бы хотел, чтобы эти люди не потеряли полностью свое уважение, которое было в окружениях друзей, и которое было в их каких-то политических партиях, я сожалею в том, в каком положении находятся некоторые партии, которые пошли на альянс с властью, мы видим их, как бы, если график, он у них вот ужасный, я не знаю, были ли какие-то вопросы, я сейчас постараюсь посмотреть через компьютер, были ли какие-то вопросы, чтобы я мог на них ответить, потому что я на вопросы не отвечал, я должен закончить, сейчас посмотрим, а нет, сейчас будем смотреть, были ли какие-то вопросы, друзья, если есть вопросы, давайте задавайте, потому что я сейчас скоро закончу эфир, мы его должны требовать его, человек посадили по политическим мотивам власть, но этот человек был связан с этой властью, то есть он находился в преступной группировке, СОКА является преступной группировкой, это не является нефтяной компанией, это является преступная группировка, которая осуществляет грабеж Азербайджана, которая в других странах тоже ведет незаконные действия, сама компания Палмали находится под американскими санкциями, под европейскими санкциями, за контрабанду нефтепродуктов из санкционного Ирана, Сирии и других мест, поэтому, да, жалко, но, ну как-то, знаете, как-то, так, то есть, критиковал власть Азербайджана, ну, знаете, вот, Ильгар Гулиев, критиковал власть Азербайджана, особенно СОКА, ну, СОКА просто у них деньги не поделили, где-то СОКА там сказал, Мебарис, ты столько нам давал, а теперь за контрабанду, за вот грязные деньги, ты должен нам столько платить, он сказал, нет, я столько не могу платить, и сказал, а хорошо, мы тебе покажем, вот это как-то так, то есть, здесь говорить о том, что вот он был честный, какая-то правильная компания, она работала, нет, и это все знают, если эта компания находится под санкциям, американскими санкциями, если компания находится под санкциями Европейского Союза, то я не могу этой компании доверять, вполне возможно даже, кстати, турки арестовали его, чтобы вот себя вот этот груз этой компании Палмали как бы от себя отодвинуть, потому что она осуществляла в том числе контрабанную перевозку нефтепродуктов из вот этих стран. Поэтому, вполне возможно, даже не столько Азербайджан заказал его, то есть, сам Эрдоган решил как бы его убрать, чтобы, если будут какие-то международные расследования, связи вот этой компании, они сказали, мы к ним не имеем отношения, мы его сами арестовали, знаете, иногда тоже в преступном мире так происходит. Мы видим же, да, у нас в Азербайджане, да, власть кого, когда на кого-то уже есть достаточно международного, как бы, материалов по этим, их отстраняют. Мы видели, да, вот в этом, в парламенте Азербайджана, Сулейманов, Ирхан Сулейманов, его держали, 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 ну, когда уже в Совете Европы, везде его имя идет по всем коррупционным материалам, мы его не пустили в этот парламент, он где-то сейчас там сидит у себя там, я не знаю, на вилле, на квартире и скажет зубами, ах, я столько сделал, меня киканули. То же самое, Мебариза киканули, потому что, в принципе, он уже стал ненужным ни Сокару, ни Эрдогану, то есть, ни Алиеву, ни Эрдогану. Так что, вот, как-то так. Я его особо не видел, чтобы он защищал политзаключенных, давал бы деньги семьям политзаключенных, не было этого. Так что, вот, я за всем, кто мне, вот, желают какие-то положительные пожелания, делают всем, большое спасибо, я тоже приветствую всех. Опять же, я считаю, что говорить на русском языке очень важно, потому что русскоязычное есть, и наши соотечественники в Израиле, в России, азербайджанцы, которые, молодые, которые выросли в России, в других, в Украине, Молдове, Грузии, и которые заструдняются говорить на язык. Поэтому, я, как говорится, не стесняюсь говорить ни на русском, ни на английском, ни на других языках, и вы, как видите, большинство моих выступлений, в основном, конечно же, на азербайджанском, но считаю, что раз в неделю обязательно нужно говорить и на русском языке. Если кто-то хочет на английском, я бы хотел, честно говоря, какие-то моменты обсуждать внутри азербайджанской вопросы вместе, мне нужен партнер, поэтому, если кто-то хочет, мы в дальнейшем можем об этом поговорить, напишите мне, я буду очень рад. Как-то так. Я больше вопросов не вижу, как говорится, только приветствия и какие-то эти. Поэтому я заканчиваю. Всем желаю хорошего дня, выходных, и до следующих встреч. Если будут какие-то вопросы, пишите мне в личку, и я постараюсь ответить во время наших следующих прямых эфиров.